Всем привет! Телефонные мошенники не сидят на месте и придумывают все новые и новые способы обмана населения. То это звонок от службы безопасности Сбербанка, то это звонок из полиции, то это звонок от оператора сотовой связи, где вам говорят, что вам срочно нужно заменить сим-карту. Сейчас же актуальность обрел новый, ну или сравнительно новый вид телефонного мошенничества, где вам якобы звонят родственники, ну или отправляют голосовые сообщения, и просят вас либо перевести денег, либо перейти по той или иной ссылке. Причем голос звучит так натурально, что действительно можно подумать, что это ваш друг или родственник. Но на самом деле это все проделки мошенников, а помогают им в этом нейросети. С вами, как обычно, Дмитрий Костин, и мы начинаем. Ну а прежде чем начать, я как всегда хотел бы поблагодарить своих подписчиков на Boosty. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку, вы как всегда лучшие. Помню, еще лет 15 назад популярностью пользовались смс от родственников с просьбой перевести деньги на тот или иной номер. А чуть позже людям стали поступать звонки якобы из полиции, мол, ваш сын задержан за то, что сбил человека, но вы можете откупиться. Да, прикольная тема, но ныне уже не актуальна. Лохотронщики звонили в основном ночью, пока мозг жертвы еще толком не проснулся. Да еще и сыночка ваша на заднем плане где-то плакала и таким вот плачущим голосом молила о помощи. Эх, сколько же людей повелись на этот развод. Да хрена. Ну а теперь давайте вернемся в 2024 год. Сегодня миром правит нейросети. С помощью нейросетей можно сделать практически все, что угодно. Создать картинку, задав текстовое описание, наложить лицо человека на другого человека, то есть дипфейк, синтезировать голос известного человека, написать текст на нужную тематику, решить примеры разными способами и так далее. Сфер применения просто уйма. Ай, знаешь ли ты, той ночных дорог шла босиком, не жалея ногу. Ну а разные отвратительные людишки и негодяи также стали использовать нейросети в своих корыстных целях, то есть обобрать население. В чем суть? Представьте, вы получаете голосовое сообщение от вашей мамы, папы, брата, друга и так далее. Причем голос на 100% принадлежит именно им. И этот самый голос просит перевести денег на те или иные реквизиты. Кто-то даже перезвонит своему другу или родственнику и переспросит, действительно ли он присылал подобные сообщения или нет. Но все же многие, услышав голос знакомого человека, просто на автомате переведут деньги на нужные реквизиты. Причем даже если эти реквизиты не принадлежат тому самому человеку. Просто они верят, что именно он своим голосом попросил перевести деньги или перейти по какой-то левой ссылке. Алло. Привет. Какая ситуация? Вашему нужны деньги? Можешь скинуть. Можешь скинуть, я вам сейчас продиктую. Нет, конечно, кто-то заподозрит неладный. Ведь зачем вашему близкому человеку просить перевести деньги на какой-то левый счет? Ну ладно, тут в принципе можно отмазаться, мол батарея села. Ну тогда просто возьмите и сами лично позвоните тому абоненту, который просит у вас денег. Уверен, что после этого он сам охренеет от вашего странного вопроса о переводе, так как денег он явно у вас не просил. Но все же, услышав знакомый голос, многие люди поверят в то, что это именно его друг или родственник отправил это сообщение. Еще забавнее бывает, когда вам поступает звонок или голосовое сообщение, скажем, например, от сына, который при этом находится рядом с вами. И, конечно же, ничего подобного не отправлял. Ребята, вы сейчас офигеете, новая схема мошенничества, я прямо снимаю в режиме реального времени. Вот у меня дети. Покажи на какую-то связь. Покажи телефон. Да, Гриш? Мам, мы тут друга с классом собираем деньги на день рождения. Можете им тысячу рублей, пожалуйста? Хорошо. Спасибо, сейчас карту пришлю. Да-да, сейчас переведу. Кстати, о левых ссылках. Иногда от вашего друга с его же аккаунта может прийти голосовое сообщение. Мол, проголосуй срочно за моего сыночка, дочку или за кого-то еще, например, детей друга. Они участвуют в каком-то конкурсе, им важен каждый голос. Ну, ты, мол, подумаешь. Ну, раз друг просит, то почему бы не проголосовать за его чадо? Нажимаешь по ссылке, и там начинается новый разводик, где вам нужно ввести свои данные, после чего вы, конечно же, лишаетесь своих денег. На самом деле вариантов такого развода существует куда больше. Также довольно часто взламываются аккаунты руководителей, и подчиненным рассылаются голосовухи от имени их начальника с просьбой перейти по той или иной ссылке. Также известны случаи, когда мошенники отправляют не только голосовые, но и даже видеосообщения. И тут многие сразу поверят в реальность происходящего, ведь ваш близкий человек появился перед вами во всей красе. Друзья, меня сейчас только что взломали, посмотрите. Даже выложили мое видео со мной. Смотрите, я не понимаю. Ну, делай тогда по горячим следам быстренько все это. Слышите? Мой голосовой. Это что вообще? С ума сойти. Ну, делай тогда по горячим следам быстренько все это. С ума сойти, это мой голос. А меня взломали, я не могу, смотрите, открыть телеграмму. Я здесь забиваю, короче, у меня снова вылетает. Быстрее это. Друзья, ни в коем случае. Друзья, ни в коем случае, пожалуйста, не отправляйте никуда деньги. Это меня взломали срочно. Но помимо всего этого, мошенники частенько используют нейросети, чтобы нахлебать ближнего своего от имени известной личности. Помню случай, когда мошенники использовали образ Олега Тинькова, чтобы втянуть людей в псевдоинвестиции и развести их на деньги. Еще один более свежий развод – это лохотрон якобы от Павла Воли. Обратите внимание, сначала говорит он сам, но как только картинка сменяется, Воля продолжает говорить уже довольно странно, будто бы монотонно. Естественно, здесь также поработала нейросеть. Ну, в какой-то момент я покупал какие-то невероятные тачки. Почему? Дорвался. Не потому что крышу снесло, а потому что не было у меня таких никогда. Таких доходов я не получал просто никогда. И все это благодаря WhatsApp и Bot. Это искусственный интеллект, который анализирует рынок быстрее человека в тысячи раз и дает успешные сделки. Благодаря ему я сейчас достойно зарабатываю. Любой человек теперь может зарабатывать от 3000 евро в месяц только на минимальных мощностях программы. И для этого, кстати, даже не нужно быть яш-программистом. Все это в нынешнее время может провернуть любой школьник. Так, только не принимаем это как призыв к действию. Граждане школьники, не разводите, пожалуйста, людей на деньги, а то сами знаете. Мать ругает. Но все же, как мошенники подделывают голос? На самом деле ничего сложного в наше время в этом нет. Для того, чтобы подделать голос какого-то человека, нужен всего лишь образец этого самого голоса. Многие, например, выкладывают свои голосовые сообщения в Телеграме или других мессенджерах о социальных сетях. Многие выкладывают видеоролики со своим участием, где они что-то говорят своим голосом. Но даже если вы не выкладываете свои голосовые сообщения в открытом доступе, а выкладываете их только в закрытом доступе, все равно мошенники смогут его заполучить, взломав ваш аккаунт. Но если вы не выкладываете голосовые сообщения или видеоролики даже в закрытом доступе, все равно мошенники смогут заполучить образец вашего голоса. Например, вам могут тупо позвонить незнакомого номера и предложить пройти опрос, или просто ответить на несколько вопросов. Вы, конечно же, что-то там скажете, и мошенники получат образец вашего голоса, который позже обработают в нейросети. Поэтому в нынешнее время нужно быть особенно бдительным ко всему. Я, конечно, не говорю о том, что нужно быть полным параноиком, но все же нужно понимать, когда что-то не так. Ну и, конечно же, немного поговорим о том, как не попасться в лапы мошенников. Во-первых, если вам звонит ваш друг или родственник, или отправляет вам голосовуху, первым делом перезвоните ему сами и убедитесь, что это именно он отправлял вам голосовое сообщение. Еще лучше, если вы, конечно, действительно готовы дать денег своему другу или родственнику, предложите встретиться лично. Скажите просто «давай встретимся, при встрече все дам». Во-вторых, нейросети все же несовершенны, и при прослушивании голосового сообщения все равно видны некоторые артефакты. Какая-то роботизированность, что ли. Поэтому внимательно слушайте все эти голосовые сообщения. Ну и в-третьих, конечно же, если вас просят дать денег в сообщениях, пусть даже это ваш родственник, то с вероятностью, наверное, процентов 90 это развод. Нужно придумать пароль, по которому мы сможем определить, что это мы. Мартыш-люшка! В общем, когда дело касается денег, всегда будьте настороже. Иногда мошенники могут пробить на эмоции, мол, деньги нужны прямо сейчас, в течение минуты, иначе случится апокалипсис, армагеддон, восстание машин или приход к власти императора Палпатина. Я с крайней неохотой соглашаюсь на подобные меры. Вам даже плакаться могут, мол, ваш близкий человек стоит с дулом у бубенчиков. Поэтому деньги нужны еще вчера. И, конечно же, особенно осторожными нужно быть представителем старшего поколения, ведь это самая уязвимая часть населения. Куда ни плюнь, то одного пенсионера развели на деньги, то второго, то третьего. Поэтому предупредите своих родных и близких об этом типе развода. Ну а я еще раз хотел бы поблагодарить своих подписчиков на Бусти, а в особенности Сергея Долбанова и Сергея Алешина. Ребята, как всегда, спасибо вам огромное за поддержку. Ну а на сегодня у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выхода новых видеороликов. И, кстати, через неделю выйдет очередной видеоролик из рубрики «Проверенном на себе». И да, не путайте его с моим вторым каналом «Проверенном на себе», потому что они все-таки отличаются. Кстати, ссылка на мой второй канал в описании, так что переходите и подписывайтесь. Ну а вам, конечно же, спасибо за просмотр. Пока!